Еще не знает, завтрашний матч Металлурга с финским Йокеритом не состоится. К сожалению, все больше команд получают положительные тесты. Уже около 20 матчей отменено. Знаете, то, что происходит сейчас, я бы назвал словосочетанием ковидное мракобесие. Не буду расшифровывать, скажу только, что 100 с лишним заболевших, спасибо Максу за этот гол, он был крутой, это правда. Так вот, 100 с лишним получивших положительные тесты, это совсем не то, что 100 с лишним человек заболевших. Никто практически ничего не чувствует, просто тесты дали положительный результат. И я понимаю, что творилось год назад, но то, что происходит сейчас, абсолютно другая история. Тем не менее, чемпионат КХЛ на грани приостановки. И вот уже у Металлурга не будет матчей ни завтра, ни 15-го против Рижского Динамо. И скорее всего, 17-го и 19-го не будет тоже. Хотя я почти уверен, что спустя несколько дней тесты будут отрицательными. Все, дальше не буду продолжать, чтобы руководству телекомпании ТВН не пришлось вешать плашку. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Вместо этого лучше поздравлю с днем рождения нашего замечательного директора Александра Георгиевича Власюка. Непростой мы народ. Пусть у вас с нами получается работать плодотворно, красиво и эффективно. Пусть все получается. Будьте счастливы и здоровы, разумеется, в это время. Нелегкая. Да, вот очень серьезно работали уфимцы, чтобы сократить отставание. И это, в конце концов, им удалось. В третьем периоде... Нет, смотрите, вбрасываний-то в итоге было и немного. Ну, потому что ни голов мы не увидели, а удаление было всего одно. Но ведь и в конце был затяжной отрезок, когда остановок не было вовсе. Да, вот за счет концовки много вбрасываний не состоялось. И начало было такое тоже не самое рваное. Вот только середина третьего периода разбилась на мелкие очень отрезки, но магнитогорцы выстояли. Если кому-то интересно мое мнение насчет ковидной ситуации, я думаю, что среди смотрящих эту трансляцию есть и мои друзья-подписчики в соцсетях. Вот спустя несколько часов я свое мнение выскажу более подробно, именно на страницах своих социальных сетей. А эту трансляцию организовала и провела для вас бригада телекомпании ТВН во главе с режиссером Максимом Пуртовым. У микрофона работал комментатор Павел Зайцев. Следующий домашний матч, если ничего не произойдет плохого, Лисы проведут в субботу и воскресенье против Молота Пермского. Начало игр и в субботу и воскресенье в 13.00. Присоединяйтесь к нам, раз уж КХЛ мы пока смотреть не можем, будем болеть за молодежку. С победой, парни! Удачного продолжения домашней серии. Пока! Продолжение следует...